Слово 4. Но у нас живо в уме Слово и о пути покаяния, и о милостыне. Сказали мы, что милостыня есть великое приобретение, затем перешли к морю девства. Итак, великий путь покаяния ты имеешь в милостыне, которое может освободить тебя из уз греховных. Но есть для тебя и другой путь покаяния, также весьма удобный, через который можно освободиться от грехов. Молись каждый час. Не изнемогай в молитве и неленостно умоляй человеколюбие Божие. А Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простит тебе грехи твои и исполнит прошения твои. Если ты, молясь, будешь услышан, продолжай молиться, чтобы принести Богу благодарение. Если же не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе услышанным. И не говори. Многое молился и не услышан, потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Бог знает, что ты ленив и беспечен, и что если получишь нужное, то отойдешь и больше не станешь молиться. И вот самую нуждую заставляет тебя чаще беседовать с Богом и упражняться в молитве. Если ты в такой нужде и, имея надобность, ленишься и не продолжаешь молитвы, что было бы, если бы ты ни в чем не нуждался? Стало быть, и это Он делает для твоей пользы, желая, чтобы ты не оставлял молитвы. Итак, пребывай в молитве, возлюблены, и не ленись, потому что молитва может совершить многое. И не приступай к молитве, как к маловажному делу. А то, что молитва доставляет прощение грехов, это можешь узнать из Божественного Евангелия. Что же оно говорит? «Подобно Царствие Небесное человеку, который запер двери свои и лег спать с детьми своими. Между тем вечером пришел некто взять у него хлебов и стучит, говоря, «Отвори мне, мне нужны хлебы». А он ему, «Не могу дать тебе теперь, потому что легли спать и мы, и дети наши». Тот продолжал стучать в дверь, а этот опять говорит ему, «Не могу тебе дать, потому что легли спать и мы, и дети». Но тот и после продолжал стучать и не отходил, пока домохозяин не сказал, «Встаньте, дайте ему, и пусть отойдет». Итак, Писание учит тебя молиться и никогда не унывать, но и тогда, как не получишь просимого, пребывать в молитве пока не получишь. Много и других путей покаяния найдешь в Писании. Покаяние и прежде пришествия Христова проповедовалось Иеремии, которое говорит, «Разве упав, не встают» и, совратившись с дороги, не возвращаются. И опять после этого, после того, как она, отступница, дочь Израиля, прелюбодействовала, сказал ей, «Возвратись ко мне». Много и других различных путей покаяния Бог дал нам для того, чтобы отнять у нас всякий предлог к нерадению. Если бы у нас был только один путь, мы бы не могли пойти по нему. От этого оружия всегда убегает дьявол. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Сколько бы ты ни падал на площади, всякий раз встаешь. Так же точно, сколько раз не согрешишь, покайся во грехе, не отчаивайся. Согрешишь в другой раз, в другой раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять тебе надежды на обещанные блага. Ты в глубокой старости и согрешил. Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не эстизуют, но дают прощение в грехах. Одному Богу скажи грех твой. Тебе единому согрешил и лукавое перед тобою сотворил. И отпустится тебе грех. Есть у тебя и иной путь покаяния, не трудный, а самый легкий. Какой же это путь? Поплачь о грехе своем. Об этом узнаешь ты из Божественного Евангелия. Петр, верховный из апостолов, первый в церкви Друг Христов, получивший откровение не от человеков, но от Отца, как свидетельствует о нем Господь, говоря, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Этот Петр, когда называю Петра, разумею, камень несокрушимый, скалу неподвижную великого апостола, первого из учеников первозванного и первого последовавшего назов. Он-то сделал не какое-либо маловажное преступление, но очень великое, отрекся от самого Господа. Это, говорю, не в обвинении праведника, но чтобы дать тебе побуждение к покаянию. Так он отвергся самого Господа Вселенной, попечителя и спасителя всех. Но расскажем этот случай сначала. Спаситель знал, что во время его предания некоторые отойдут от него и говорит Петру, «Не хочешь ли и ты отойти?» Но Петр отвечал, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Что говоришь, Петр?» Бог определил, а ты противодействуешь. Но хотя воля Петра и выказала свое желание, однако же слабость природы его изобличилась. Когда же это? В ночь, в которую предан был Христос. Тогда сказано, стоял Петр у горячих дров и грелся. И вот подошла к нему одна служанка и говорит, «Вчера и ты был с этим человеком». А он в ответ, «Не знаю сего человека». Потом отрекся и в другой, и в третий раз. И исполнилось определение Божие. Затем Христос взглянул на Петра и этим взглядом подал голос. Не заговорил с ним устами, чтобы не обнаружить его перед иудеями и не пристыдить своего ученика. Но взглядом сказал ему, «Вот, Петр, сбылось то, о чем я говорил». Тогда и Петр пришел в чувства и начал плакать. Но заплакал не просто, а горько, и из слез очей сделал второе крещение. Но заплакав так горько, он загладил свой грех, и после этого ему вверены ключи небесные. Если же плач Петра загладил столь великий грех, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное. И однако же слезы загладили грех. Плачь же и ты о грехе своем. Только плачь не просто и не для вида, но горько, как плакал Петр. Изведи потоки слез из самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простил тебе при грешении. Человека любив Господь, он сам сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и покаялся, и жив был. От тебя хочет небольшого труда, а сам дает великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а он дарует тебе отпущение грехов. Ты представь хоть малый предлог, чтобы иметь благовидное оправдание, потому что в деле спасения одно зависит от него, а другое от нас. Если мы представим, что зависит от нас, то и он дарует, что зависит от него. Но вот он уже даровал, что зависело от него, утвердил солнце, луну и разнообразный ход звезд, разлил воздух, распростер землю, оградил море, дал горы, долины, холмы, источники, озера, реки, бесчисленные роды растений, сады и все прочее. Принеси же и ты немногое, чтобы таким образом он даровал тебе и высшее благо. Итак, не будем беззаботны о самих себе и не отступимся от своего спасения, имея такую бездну человеколюбия Господа всех, который сожалеет о наших грехах. Предлагается Царство Небесное и рай, и благо, которых не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И мы не будем всячески стараться примнести что-нибудь со своей стороны, чтобы не лишиться этих благ. Разве не знаешь, что говорит Павел, который много потрудился и одержал бесчисленные победы над дьяволом, который в теле прошел вселенную, обтек землю и море, и воздух, и как бы на крыльях облетел вселенную, который был забросан камнями, побит, потерпел побои, все перенес ради имени Божия, призван был с высшенебесным голосом. Смотри, что говорит он, какое произнес слово. Мы получили благодать от Бога, но и я потрудился и сделал свое, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился и сделал свое. Знаем, говорит, знаем великость благодати, которую мы получили, но непраздным она нашла и меня. Известны дела мои. Так и мы приучим руки к милостыни, чтобы привнести со своей стороны нечто малое. Станем плакать о грехе, стенать о беззаконии, чтобы видно было, что и мы привносим хоть что-нибудь малое, между тем, как то, что имеет быть даровано нам, велико и превышает наши силы. Это рай и царство небесное, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Слово четвертое.